Семья воспитательницы детского сада Александры Букловой ждала квартиру больше трёх лет. До сих пор скитались с ребёнком по съёмным квартирам. Отмечать Новый год Александра планирует в качестве полноправной хозяйки очага. В столбе ждала море эмоций. Так всё, прям сразу не скажешь. Ждала, очень рада, счастлива, прям наконец-то. Это даже лучшее, что ожидала, естественно. Не ждали, что балкон, у меня есть балкон. Новостройку на улице Нагорной возводил региональный фонд жилья и ипотеки. Специализированный жилищный фонд для детей-сирот в городе формируют за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов. Необходимо выстраивать траекторию развития ребят с тем, чтобы они с самых ранних лет определялись в профессиональных предпочтениях, чтобы под эту задачу были сориентированы и среднеучебные заведения, и высшеучебные заведения, и в конечном итоге работодатели. Тогда ребята будут чувствовать себя полноценными гражданами общества и приносить пользу. Нам важен каждый человек в городе, безусловно. Они хотят не только благоустраивать своё новое жильё, они хотят благоустраивать город, они хотят благоустраивать район, в котором они будут жить. И я уверена, что они сделают всё для того, чтобы социализироваться в городе, для того, чтобы иметь хорошую профессию, для того, чтобы приносить пользу городу, для того, чтобы своей хорошей работой делать всё, чтобы город стал лучше. В Самаре собственного жилья ждут более тысячи детей-сирот. В этом году ключи от новых квартир получили более ста. В следующем по планам новоселье ждет почти 200. Жилплощадь предоставят в новых домах Советского района и в микрорайоне Волгарь.